Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Уже как есть, так и будем проводить время. Значит, Диана, Игорь, Павел, очередной выпуск нашего подкаста. Ну и что, приступим к обсуждению новостей насущных? Как будто у нас есть выбор. Значит, идет сейчас Питерский международный экономический форум на минуточку, да? Ну не будем обсуждать стоимость морсов, экскортниц и всего остального, которое, ясное дело, запредельное. А вот интересненькое всякое такое, которое помимо глобальных всяких новостей там, безусловно, возникает, да, какие-то макропроцессы и все остальное, вот затесалась еще такая информация. Зам. Председателя Комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов, представляет партию «Новые люди», направил обращение председателю правительства Михаила Мишустину, в котором предлагает создать открытый реестр земельных участков со свалками, которые могут быть переданы предпринимателям. Значит, ТАСС, который публикует эту новость и говорит, что в их распоряжении соответствующий документ имеется. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что за ликвидацию за свой счет бесхозных свалок бизнес сможет получать землю под ними бесплатно, безвозмездно, то есть даром, как известно. В письме Арапов отметил, что предложенный механизм позволит ликвидировать множество свалок в России, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также положительно скажется на развитие городской среды. При этом необходимо отметить, что для эффективной реализации предложенного механизма представляется целесообразным создать открытый реестр соответствующих земельных участков с указанием необходимой информации, в том числе о видах разрешенных отходов на них и классах опасности отходов, указал депутат. Ну, как бы интересно, конечно, все это и замечательно, а только вот вопрос все-таки, что это значит. Я себе почему-то сразу представила, знаешь, это фантастический вариант угрозы от родителей, знаешь, из серии у тебя в комнате такой срач, что сейчас разместим мы твою комнату в открытом реестре. В открытом реестре свалок, и ее все реквизируют, ИП какой-нибудь заберет. Да, никакого тебе компуктера, все, пока. Ну, или другой вариант, где одну свалку с места на место просто перевозят на какая-то такая история ресурса. Это как потемкинские деревни, только потемкинские свалки будут, да, где-то напечатанные на огромном баннере, которые будут приезжать, вешать, комиссия будет приезжать, фотографировать, говорить, да, действительно, есть свалка хаотичная, давайте. Ну, хорошо, если так, потому что будет хуже, если они просто будут сгребать мусор, перевозить в другое место и вот тут сваливать. Приедут, скажут, чистенькая земля ваша. Да. Вот, после чего на другое место приедут, соберут весь мусор, перевезут куда-то в третье. Ну, в общем, как будто масса открывается дополнительных возможностей для всяческого рода жульничества. Вообще нет, знаешь, что бы сделал я? Там же речь идет о том, что на этом месте должны быть бесхозные свалки, условно, в новости, по крайней мере, говорилось так, что если есть свалка, то ты ее можешь разобрать и использовать под бизнес. Значит, смотрите, что ты делаешь. Ты просто берешь, организуешь нелегальную свалку на любом участке, приходишь в администрацию и говоришь, ребят, там проблема. Они отдают тебе землю, и ты ее выводишь под использование свалки. Так, ладно. Ну, слушай, ну это только нужно будет так подрядить, чтобы никто не сообразил, что ты причастен к организации свалки. Подожди, я же потом легализую эту свалку и также оставлю ее свалкой. Мне кажется, легализовать свалку сейчас очень сложно. Очень как-то все это поверхностно, потому что, ну, земля может быть государственной, может быть частной. То есть они хотят вообще, ну, то есть с государственной более-менее понятно. Вот она была какая-то там, принадлежит местному муниципалитету. Ну, условно говоря, муниципалитет не справляется с уборкой, да, и не передает. Не освоено, да, там, и, ну, это еще как-то хоть чуть-чуть где-то в правовом поле. А тут, да, безусловно, собственник, имея там на праве собственности земельный участок, не заботится о нем, не осуществляет там уход надлежащий. Но у нас как бы есть штрафные санкции за этого, его могут оштрафовать, да, за ненадлежащий уход, там, за невозделывание сельхозземель, там, и разные всякие другие штуки. Но чтобы просто так у собственника его изъяли и отдали другому собственнику, который там убрался. Я не очень в целом понимаю, как оно будет регламентироваться, потому что передача земли с этой вот этой свалкой, да, под бизнес, означает ли оно, что передадут землю в собственность? Или это будет какая-то история, знаешь, типа как с арендой? Знаешь, классно, когда ты... Нет, в смысле из серии, что, например, исходная свалка, государство забирает себе эту землю, но говорит, например, бизнесмену, да, вот, хочешь, уберись, и тогда, типа, мы тебе разрешаем тут вести бизнес. Но это не его земля, просто государство ему, по сути, разрешает там вести свои дела. Ну, по большому счету, да. Просто если это просто раздача земли, то мне абсолютно непонятная такая история. Как будто бы это совсем против правовой системы, которая у нас сейчас есть в стране. Забавно, знаешь, что если ты решил себе мусором отсыпать котлован, ну, типа, под фундамент, и в этот момент у тебя забрали землю. Ну, нет, я думаю, что там будет... То есть ты ее купил, знаешь... Это мой мусор! Сейчас очень быстро сделаем стройку, типа, ребят, тут очень такой ненадежный грунт, давайте сваи, а потом подсыпем вот этим камнем каким-нибудь. Вот там здание разрушается, везите сюда, и ты все это сделай, у тебя забрали. Я думаю, что нет, там, скорее всего, будут, ну, конечно же, суды, скорее всего, будут там десятки раз уведомлять, что мы заберем вашу землю. Как, знаешь, если ты, условно, на своем садовом товариществе запустил там расти все вот эти вот сорные травы, то имеют право собраться они коллегиально и сказать, нет, уходи отсюда. Ну, там несколько сложнее все. А плюс еще проблема такая, вот, опять же, у нас сейчас идет там строительство семейное одно, и в целом столкнулись с вопросом, что надо вывозить строительный мусор вот перед участком, да, и на участке, который там какой-то битый кирпич. Теперь понимаю, такой вопрос, чтобы этот участок остался у вас. Отрезки деревяшек там и все остальное. Мы в целом не против все это вывести. Да, Паша, ты как уж на сковородке? Боишься, что отнимут участок предприниматели? Боюсь, что мне никогда не дадут дорассказывать эту историю. Так вот, в целом не против все это вывести, и по идее в каждом, да, там, какой бы это ни был маленький населенный пункт, должна быть какая-то площадка, куда ты можешь это вывести, соблюдая там, ну, какой-то тариф заплатить, допустим, да, но в рамках как бы просто обслуживания вот этого населенного пункта, потому что у тебя не только там мелкие какие-то бытовые отходы возникают в процессе жизнедеятельности, но вполне может возникнуть какой-то крупногабаритный мусор. В конце концов, ты там вот эти всякие там разбитые диваны, покосившиеся шкафы, технику тоже должен куда-то вывозить. И вроде как это все должно быть, но этого нету по факту. И ты просто идешь в голове, и он начинает с бубном танцевать и думать, а куда же тебя как бы направить так, чтобы ты не обиделся и все остальное. Мы там с Грехом пополам решили этот вопрос, но это... Герман Грех. Что ты ударение сделал не на то слово? Уважаемый Герман Грех, мы с вами тут можем напополам решить вопрос? Герман Грех – это, я не знаю, какой-то персонаж в твоем уме только существующий. Такого реального человека нет. Вот. Ну, то есть, действительно, процесс этот должен быть понятен со всех сторон. То есть, потому что человек тоже скажет, ну, да я не против, в принципе, вывезти, а куда вывезти? Ну, вот мне говорят, некуда. Хорошо, что там у нас сейчас достаточно там сил, чтобы за свой счет искать трактор, за счет искать КАМАЗ, который один в другой погрузит этот мусор и вывезет еще куда-то, куда глава скажет. Давай я возьму мусор, а ты возьмешь меня. Да, да. А человек просто, ну, там, может в целом, ну, просто не иметь возможности уже физически и морально заниматься такого рода деятельностью. Хотя, конечно, иной раз удивительно, как огромное какое-нибудь поле, и на нем вообще вот эти вот все возможные строительные какие-то отходы, когда битая, опять же, та же самая мебель и все остальное, и очередная какая-нибудь газель туда сваливает еще до кучи всяких ништяков. И мне кажется, как будто это было очень давно, но как будто бы бороться с этим стали прям вот, ну, последние-последние, прям, ну, год, может быть, что-то там начали забирать транспортные средства у вот этих граждан, которые вывозят и организовывают незаконные свалки. Но как бы забирать вот прям землю, если речь идет о том, чтобы прям забрать у кого-то землю на праве собственности и отдать какому-нибудь другому чуваку, ну, это как будто бы... Держи, мне кажется, тут, может быть, ты прав в той мысли, что действительно просто некуда? В том плане, что очень много незаконных свалок? Так, некуда. Ну, что, свалок нет? Ну, что теперь? Мы же не можем этот мусор хранить у себя. Ну, человек такое существо, производит мусор. Решите, куда. Ну, вот я имею в виду, что в том плане, что незаконные свалки организовываются как раз потому, что люди, может быть, бы и хотели бы куда-нибудь санкционированно отвезти свой мусор, но им просто некуда его девать. Да, это правда вопрос. Правда вопрос, но, опять же, складировать у себя на участке теперь не вариант. Поэтому мы за чистоту в любом случае. вопрос в том, что, ну, как будто бы хотелось бы, чтобы люди просто были за чистоту изначально, а не под угрозой того, что у них всё отнимут, если они не будут чистоплотными. Вот. Вот так вот. Всё равно всё отнимут. Чистоплотные нет. Ну, что ещё добавить? Прямо сейчас так захотелось у тебя телефон отнять, знаешь. Чистоплотные профилактики. Ввиду того, что я отсутствовал в прошлый раз, позволю ещё одну новостишечку вам рассказать. Реестр. Реестр. А, нет, ну, реестр только что был уже, хватит у вас реестров. Тем более, Диана в прошлый раз уже этот порочный круг разорвала. Прости. Слушай, а есть какой-нибудь реестр реестров? Ну, чтобы не запутаться. Ну, это наш подкаст. Нет, подожди. Вот сидишь ты, к примеру, там, президент, и такой, дай-ка посмотрю, реестр алименщиков, реестр автомобилей, которые были биты, реестр супермаркетов, которые продают просрочку. Мне кажется, такого государственного реестра, который бы консолидировал все реестры, нет. Учитывая, что, как правило, структуры, которые ведут эти реестры, это всё абсолютно разное. Слушай, а реестр же, я так понимаю, в госорганах представляет из себя просто Excel-файл? Ну, мне кажется, да. Скорее всего. То есть, в лучшем случае. В худшем случае, наверное, это алфавитная картотека. То есть, мы часть своей жизни тратим просто на обсуждение Excel-файлов, которые создаются. Так вся мировая финансовая система держится на Excel-файле. Более того, на какой-то, скорее всего, ломаной версии Excel-файлов. В большинстве своём. Так вот, Верховный суд в своём свежем обзоре судебной практики сделал принципиальное разъяснение. Споры об определении места жительства детей при разводе родителей суд должен разрешать в соответствии с принципом равенства прав родителей. И при этом надо учитывать мнение ребёнка. Это о чём мы с Игорем говорили как раз в прошлом выпуске. Как раз очень оно хорошо, мне кажется, легло в тему нашего предыдущего обсуждения о том, с кем остаются дети и кому за счёт этого приходится платить алименты. Мне прям тебя не хватило сильно в прошлом подкасте, потому что нужна была такая юридическая сторона вопроса. Так вы именно эту новость обсуждали? Нет, мы обсуждали новость о создании... А ты что, не послушал наш выпуск? О реестре алиментчиков. Да, реестре алиментчиков. И мы с Игорем как раз обсуждали о том, что не очень понятно в целом, как есть большие вопросики в целом к конституту алиментов, потому что непонятно, с кем остается ребёнок, непонятно, как эти алименты иногда начисляются. Непонятно, куда они тратятся. Очень часто, да, алименты выступают просто как рычаг манипуляции, какой-то там мести-немести, и в целом вот оно не очень всё красиво. Вот твоя новость, мне кажется, в принципе, под это её тоже вполне можно подвязать. Ну, здесь вот история как раз говорит о том, с кем же будет оставаться ребёнок в случае развода, и у нас ранее, ну, подавляющее большинство дел, то есть, если оба родители равноблагополучны... Обычно в пользу матери закрывать. Обычно, да. А вот я говорил об этом, видите. Ребёнка оставляли с матерью, причём, ну вот тут российская газета приводит мнение различных юристов на этот счёт. Они зачастую даже эмоционально окрашены так, с такими фразами, как «настоящее долгожданное торжество законности и справедливости», вот говорит человек тут. Ну, в целом, так, наверное, оно отчасти и есть, вот. Но дело вообще в чём? У нас раньше все эти решения судов, они были, ну, почти в каждом решении суда, как опять же пишет российская газета, ссылались на норму принципа шестого, принятой Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребёнка от 1959 года о том, что малолетний ребёнок может быть разлучен с матерью лишь при исключительных обстоятельствах, вот. И, соответственно, вот это всё брали за истину в последней инстанции утверждения, хотя если брать наше законодательство, то очень как бы большая вилка между тем, кого считать малолетним ребёнком. Ну, знаешь, я сразу вспоминаю одну известную телепередачу, которую я люблю посмотреть, правда, на ютубчике, где матери и бесконечное количество детей, причём, которые они очень многие даже не знают их по именам, они говорят просто вот иногда там, пять лет назад у меня девочку забрали, я спрашиваю, как её звали, а она, знаешь, это пять минут загрузка, как же звали девочку. Звук диалаптного модема. Да. Вот. Ну, в общем, специалисты говорят о том, что этот, собственно, принцип давно устарел там и в международном праве уже, другая позиция по этому вопросу, и в целом он противоречит российскому законодательству, в частности, опять же, того же пресловутого равенства прав матери и отца, что тут даже не о правах матери и отца идёт, а об обязанности как матери, так и отца воспитывать ребёнка. А при определении жительства там только с матерью, ну, там, я не знаю, это там больше погрешность статистическая, когда с отцом всё-таки оставался ребёнок. Ну, как будто бы вот вообще отец рано или поздно отваливается как субъект, который будет воспитывать дитя, потому что, ну, ну, вот так вот у нас жизнь складывается. Вот. А прецедент был следующий, который Верховный суд приводит. Бракоразводный процесс, который в том числе имел, значит, своей сутью определение места жителей дочери 2010 года рождения, которая, ну, на тот момент, на момент суда проживала с отцом, была обеспечена со своей комнатой, рабочим местом, нормальными бытовыми условиями, ходила в школу, соответственно, по адресу прописки отца. Мать тоже была вполне благополучная, говорила, что она такой же уход может обеспечить дочке. Первая инстанция вынесла решение, определила место жительства с отцом. Апелляция, сославшись на вот эту практику, которую я озвучил, это решение отменила, определила место жительства дочки с матерью. И вот Верховный суд отменил определение апелляции, сказал, что в этой части вполне себе можно определить место жительства с отцом, и апелляция допустила ошибку, не приняв во внимание мнение самого ребёнка. Вот что ещё важного в этом акте. Сказано, что всё-таки после 10 лет мнение ребёнка, оно должно учитываться, и учитываться как весомый фактор определения жительства. А что касается вот этого вот определения малолетние дети, то целесообразнее было бы ссылаться на термин младенец и не разлучать мать с ребёнком, когда ребёнок ещё не в состоянии без матери прям базово существовать. То есть мы прям совсем маленького человека ведём речь, которого... Слушай, ну тоже такой себе дискурс, потому что вспомним, сколько в стране есть домов-моллюсков, да, и что, например, никто не мешает отнимать младенцев от матерей заключённых, например. Хотя тоже, по идее, если это базовый человеческий принцип, по-хорошему эта история не должна нарушаться. Но никто не мешает, да, в этом плане, что там человек родил, всё, до свидания. Но опять же при условии, если мать ранее судима, мне кажется, это будет весомым доводом в пользу. Тут уже не совсем равнозначный родитель, который не судим и ведёт себе социальный образ жизни и судимая мама. Ну, в общем, тут возможные варианты. А здесь мы говорим всё-таки о равноблагополучных родителях, так скажем. Плюс ещё важно, что в этом обзоре было, это, так скажем, гендерный принцип был отвергнут судом. То есть то, что ребёнок, если он женского пола, должен жить только с мамой и никак иначе. То есть тут ещё такая была мотивация, что вот, значит, почему-то отец, он не может воспитывать дочку в одиночестве, потому что это как-то неправильно. Правильно вот будет, чтобы она исключительно с мамой в этом случае жила. Ну, то есть... Ну, возможно, это считается просто более безопасным. Может быть, но это как будто бы тоже подчёркивает то, что любой мужчина, он какой-то не такой даже в отношении своего ребёнка, другого пола, может сделать что-то не то или что. Я вот тоже эту логику не совсем понимаю. Мне кажется, если человек нормальный, он будет о своём ребёнке заботиться и никогда себе не позволит никаких моментов. В таком случае, наверное, не знаю, проводится при бракоразводном процессе какая-то психологическая трудиза родителей, если у них есть ребёнок. Просто, ну, по идее, по идее, и мужчина, и женщина взрослые, они могут представлять для ребёнка одинаковую опасность. Сто процентов. Мне кажется, эта практика имеет место быть. По крайней мере, сто процентов должен участвовать психолог и педагог. Педагог, как минимум, при опросе несовершеннолетнего ребёнка, когда спрашивают его мнение. Ну, в целом, ребёнка опрашивают там не только просто с кем ты хочешь жить с мамой или папой, его комплексно. Ну, вот, как ты взаимодействуешь с папой, как взаимодействуешь с мамой. Ну, то есть, это все такие вопросы, я так думаю, что всё-таки построены, да, на каком-то психологическом анализе, чтобы понять действительно, в каком состоянии, в том числе эмоциональном, ребёнок находится при контакте с тем или иным родителем. Вот. Слушайте, но у меня есть две истории касательно, вот я их пытался затронуть в прошлом выпуске, но не стал. У меня есть два примера. В обоих случаях отцы воспитывают детей, и вы, слушатели и зрители, услышите только одну историю, потому что вторую вырежут. В первом случае всё прекрасно, всё хорошо, и суд как раз спросил ребёнка, с кем ты хочешь остаться. Он сказал всенепременно с отцом. Детям сейчас, я так понимаю, ну, блин, сколько же лет его детям? Я думаю, что по внешности лет 13-15, и детей спрашивали, когда они были ещё в крайне маленьком возрасте, около пяти. Ну, мы сейчас пора одного говорим. Вот этот пятилетний... Всё, у меня есть комментарий по этому поводу, но я его пока зафиксирую, скажи, а потом скажу. Я так понимаю, что, наверное, нужно было как-то более тщательно к этому подходить. Ну, типа вот у психолога, что ли, узнать, может ли ребёнок принимать решение. Но, знаете, произошла парадоксальная штука. Мать этого ребёнка, жена этого человека, бывшая жена сказала, ну, и вы идите в одно место вдвоём. И больше не знала, ну вот, всё, просто исчезло с радаров. То есть она не звонит, не спрашивает, естественно, не пишет. То есть она просто пропала. Всё. То есть уже около 10 лет её нет в жизни ребёнка. Готово. Исчезло. И в целом это, знаете, такой образцово-показательный отец. То есть если он куда-то идёт, он там, ну, допустим, любые там какие-то там на стадион с ребёнком, там ещё куда-то с ребёнком. То есть он его везде таскает с собой, ребёнку интересно, классно. То есть они вдвоём чувствуют себя как бы максимально комфортно. Ну, уже там появилось, уже крайне давно появилась женщина. То есть там всё в порядке, всё хорошо. У неё, кстати, тоже был свой ребёнок, и они там втроём. Там у него двое детей. И вот, собственно, втроём они прекрасно, я имею в виду втроём трое детей, между собой не конфликтуют, всё хорошо, всё чудесно, всё хорошо. Ну, в общем, что касается новости, которую мы обсуждали, я считаю, что, конечно... Я хотела ещё вернуть. Я помню. Я помню. Мне тяжело запоминать, но в этот раз я запомнила. Я хотела сказать по поводу определения местодательства с отцом и с матерью. Есть ещё такой момент, к сожалению, чисто психологический у детей. Детям нравится, когда им разрешают, и когда их балуют. И я в своё время даже дома у нас было такое бурное обсуждение какой-то определённой ситуации. В общем, тейк был в том, что ребёнок проживает с мамой. Мама с... Ну, сын класс пятый, чёртый. Она с ним договорилась, что если он будет хорошо учиться, то она ему на конец года купит новый компьютер. Пацан забил, у него одни двойки, вот, но в результате... Компьютер купили. Под конец года приехал его отец, который вообще не появляется в его жизни, купил ему компьютер и уехал. И в картине мира мальчика отец – это бог, который приходит и исполняет желания, независимо от того, что хороший ты, плохой ты, да, и как у тебя вообще. И вот есть такие вот моментики, да, что определение места жительства может получиться так, что из серии «Хочу жить с папой», потому что папа покупает не всё, что я хочу. Ну, потому что у детей очень простая логика. Ну, как будто бы это просто один пример, а в жизни же по-всякому бывает. Бывает же и наоборот, когда на тебе всё, только ты, пожалуйста, помолчи и не мешай маме сидеть на Wildberries. Допустим, такое же тоже случается. А отец приезжает с работы злой и, значит, контролирует выученность уроков, проверяет дневник, постоянно вот с металлом в голосе пытаются воспитывать, и никакой от него, значит, теплоты и ласки. Ну вот я именно про это. Я в том смысле, насколько ребёнок в полной мере способен, по сути, оценить. Ну, поэтому это и один из критериев. Это не решающий фактор, так скажем, весомый, но тем не менее. Это всегда комплексный подход. Ну, и что ещё хочется сказать, конечно, совсем отвратительная ситуация, когда ребёнок из, ну, я не знаю, любимого какого-то человечка маленького, да, превращается в предмет торга, каких-то непонятных интриг и всего остального. То есть в жизни, конечно, всякое бывает, в том числе и разводы, и делёжка всего и вся, и определение места жительства ребёнка. Но уж если вдруг кто-то попал в такую ситуацию, давайте как бы руководствоваться тем, что это тоже маленький человек, которому потом через несколько лет десятков или прорабатывать это всё у психолога и понимать, кто же был большим мудаком в этой ситуации. Мама, папа или что вообще произошло. Поэтому, ну, раз уж вы в такую ситуацию попали, никого не будем обвинять, морализаторствовать, всякое бывает, но всё-таки давайте как бы руководствоваться здравым смыслом и тем, что лучше для ребёнка. Если как бы два взрослых человека адекватны, они всегда, ну, смогут договориться на чём-нибудь. Вот. Так что за сим предлагаю новость, обсуждение этой новости окончить и послушать, что Диана нам принесла сегодня. Так, хорошо. У меня сегодня новость частично забавненькая. Вот начну с короткого. Илон Маск подарил барзильскому племени Маруба или Марубок, я уже не знаю, как правильно произнести, доступ к интернету Starlink. И прежде чем я продолжу, я вас... Как вы думаете, что же произошло дальше? Я просто читал эту новость. Да, я все читали, потому что это самая популярная новость. Это прекрасно, это прекрасно. Вот, в итоге они перестали работать из-за зависимости от игр, соцсетей и рейтингового кинематографа. Это прекрасно. Вот, и я в итоге хотела... Да ладно, фильмы для взрослых. Да, Диана же сказала, рейтингового кинематографа, именно это имея в виду. Я, насколько понял, там очень смешно кто-то говорил, что они увидели, что можно работать в офисе, просто сидя за столом и что-то там типа набирая, и теперь никто не хочет работать руками, все хотят уехать куда-то, где можно работать в офисе. И плюс, ну, практически в одно мгновение там появились сразу мошенники, которые всячески их разводят по этому вашему интернетасу. Капитализм поганый. Правда, я не знаю, обычно же наоборот пишут, что я вот твой дядя из откуда-то там, из африканского континента, а тут они что, пишут? Я ваш дядя из далекой Сибири, у вас тут бабушка умерла, оставила вам поместье в наследство, приезжайте, уважаемые. Ну, в общем, блин. И такие, да, там, отправьте 1800 долларов на оформление документов. Да-да, доверенности. И ты такой... А у него, кроме чё там... Чётки какие-нибудь и костяные. Ничего больше нет. Я хотела затянуть очень грустную телегу, а кто будет работать на земле? Да. Что если всякие жители далёкой-далёкой Африки при получении доступа к интернету не хотят работать, что уж говорить про жителей не такой далёкой Сибири, да? И, ну, я в том плане даже не то чтобы сильно вымирают деревни. Посмотрите, обрезать интернет сибирикам, Диану в президенты. Сейчас какая-нибудь треть жителей России, которая живёт за Уралом, в смысле? Мне-то всё равно, ну, блин. Ну, я образно говорю, потому что для меня, за счёт того, что я южанка до мостового костей, для меня Сибирь – это где-то там, далеко, непонятно где, тысячи-тысячи-тысячи километров вообще на Луне, на обратной стороне. Для меня вот Сибирь – это что-то вот такое. А люди, которые вот в Сибири, на Урале живут, они точно, ну, мы здесь в России, не то, что там вы у себя на юге, у вас там вообще непонятно, что происходит. У нас-то ясно-то как раз-таки всё. Мы тут давно капитально здесь, прямо в самом центре Руси-матушки, а у вас там чёрт его знает. Ну, тут история... Я в том плане, что, ну, знаешь, вот... Да. Да нет, ну, никто руками не перестанет работать. Да, конечно. Тут вопрос, наверное, в том, что в нашем случае... Моя шутка сейчас пропала, я не буду её шутить. Да, ну, всё-таки, ну, они работают там руками нормально. Там-то работа непочатый край, в отличие там чисто по антропометрическим данным всяческим, да. Я к тому, что на наши бренные головы этот ваш интернет падал постепенно, да, с карточек вот этих вот на диалап на интернет, когда у тебя есть час, и тебе, извините, надо либо песню скачать, либо три картинки с голой женщиной тут как бы... И, соответственно, все вот эти механики обмана, все механики заработка легального, оно всё развивалось настолько постепенно, что ты в целом, ну, какое-то представление имеешь, чтобы не потерять голову, а тут тебе дают вот готовое сразу всё, и ты про это не знаешь, ну, вот прям ничего. И ты такой, нифига себе, ну, кто бы так не делал себя. То есть, получается, все, по логике, все неразвитые страны, так или иначе, обречены не догнать в ближайшее время относительно развитые, иначе они свихнутся. Да почему? Ну, подрочки догонят. Ну, мне кажется, в этом-то они в целом... Ну, там они перегонят скорее. Там было понимание некое, просто, ну, теперь помимо фантазии что-то ещё подключилось в свою жизнь. Ну, или там натуры, что там как-то происходило. Вайпай подключился, помимо фантазии. Ну, то есть, это же... В смысле? Ну, подожди. Для фантазии нужен референс. Ты что, буйвол, что ли? Какой у тебя референс может быть? Ну, там же не только мужики. Не, понятно, что... Ладно, ладно. Ну, ты видела племенных вот этих женщин? Ну, у них другие стандарты красоты. Если не брать интернет, вот, а взять племя, которое она... Сейчас вопрос от Паши, на кого из них бы ты смог подрочить? На вождя? Что ты ждёшь? Какой ответ? Старая интернет-присказка была сложная, но я подрочил, да. Извини, СМФ-то всё будет вырезать, я сразу вспомнила вот эту... Да почему? Не факт. И сейчас Алина такая, которая... Вот это ваше всё равно всё будут вырезать, и потом 15 минут. Можно без этого? Можно. Я, в смысле, вспомнила сразу картинку про... Вот это попадание в рай. И там, где вот этот был референс, типа, ну, теперь вы тоже в рай не попадёте. Вот в тему твоего тейка вполне было сложно. Скажите этим умникам, что они теперь тоже в рай не попадут, да. Нет, я о том же, что если бы речь шла не про интернет, а про какую-то другую продвинутую технологию, я не знаю, ну, эффект был бы тот же самый. Если ты в общество, которое находится на очень низком этапе развития, вдруг приносишь там какие-то средства производства, которые, ну, супер, позволяют им сделать суперскачок вообще в их жизни, в качестве, ну, наверное, как бы тоже они были бы заморочены только на вот этом всём, потому что, ну, старое уже неинтересно. Старое, мы поняли, там, медленно, неудобно и не круто. А вот здесь вот всё хорошо, прекрасно и всё получается. В своё время так в продажу вошли CD-диски. Угу. Например. Захвустили всё. Да, да. Просто у кого-то это, опять же, движется поступательно, если мы говорим, опять же, про CD-диски, то до этого были ленточные всякие плёночные кассеты, а до этого винил, а до этого что там ещё было. Бобедники-то пропустите. Ну, хотя они тоже плёночные. Ну, а тут мне тоже вспомнилась очень старая картинка, но, к сожалению, вряд ли мы её нагуглим. Там, в общем, серии, где по ретроспективе родители постоянно был понят на детей, что там серии вот, это только в компьютере, это только там в телеке, в книжке, ля-ля-ля-ля-ля, и в итоге это всё доходит до ребёнка каменного века, которое можно и в пещере посижу, и там снаружи соблюзубый тигр. Эх. Да, да. Такое. Ну, в общем, чё тут можно сказать? Это же к той же истории, когда мистер Бист ездил и дырявил скважины, да, а потом ему сказали, это всё как бы, чё ты занимаешься, это всё не полезно. Ты знал, что ему недавно использовалось, исполнилось 26? Нет. Ты знаешь, что говорят, что на... Я недавно посмотрел про его продакшн. У парнишки съёмка ведётся минимум на 50 камер. На каждое видео он тратит от 1 до 2 миллионов долларов, зарабатывая на каждом видео около 8-10 миллионов долларов. Майнкрафт. Классно. А начинал стремить Майнкрафт. Да. Вот. Я ещё задумалась со своим домиком в Майнкрафте. Благими намерениями известно, куда дорога выслана, а как бы ты не руководствовался возвышенным, классным и искренне не пытался помочь людям, найдётся... А Игорь всё ругается, что государство не помогает. Найдётся группа людей, которые любую инициативу скажут, это плохо. Нельзя. Интернет у них отобрать, скважины, обратно, значит, законсервировать. Чё думаешь, Игорь Юрьевич? Интернет отобрать, скважины законсервировать, угнать их в рабство, им там и место. Выгодно, чтобы бедные стали с бедными, в целом оно всё продолжается. Ну да. Ну просто вот эти вот все примеры, когда вот Илон Маск, я вам сейчас дам Старлинг, вот ваши, значит, племена. Слушай, ну понятно, что для него это во многом... Ну, знаешь, он воспринимается, как этот мальчик решил поиграть в игрушки. Ну да, да, да. Ну что-то такое очень сильно. Ну то есть это всё равно, что, я не знаю, есть какая-то цивилизация, у которой там уровень развития, там, я не знаю, пушки с ядрами, ну вот, вооружения, да, они им сразу дают какую-то сверхмощную, там, звезду смерти, вот такие, ну пользуйтесь ей. И люди такие, ну очевидно, у них не будет опыта, да, того, что все эти орудия, они становятся мощнее, 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 они начинаются задумываться, начинают задумываться над какими-то ограничениями, над какими-то регулированием этим, да, там, мерами предосторожности и так далее, и тому подобное. Они на том уровне развития, когда у тебя есть пушка, шмаляй. Вот, классно. Если у тебя есть пушка побольше, ты можешь, значит, побольше раз шмаляй. Шмаляй по разу больше. Слушай, а это же получается, по сути, нарушение такой, типа, пирамид масла, по большому-то счёту. Ну да, да. Вам помимо базовых потребностей сразу дают какие-то энтертеймент-штучки, и, пожалуйста, занимайтесь. Ну как бы, да, неплохо бы, наверное, прежде чем это внедрять, общаться с какими-нибудь... Открыть было бы неплохо. Да, ну и вообще, в целом, там, есть же вот эти миссии, которые начинались с религиозных, да, там, ну, которые занимались обучением и всем остальным. Почему нету? Да, действительно, при ООН же наверняка есть какой-то комитет, там работают социологи наверняка какие-нибудь. Ну, можно было бы с ними поговорить. А вот как вы считаете, нужно это им или нет? Ты правда думаешь, что Илон Маск стал бы с кем-нибудь говорить? Нет, конечно. Человек, который переименовал птичку в Икс, стал бы с кем-то что-то обсуждать. Даже чириканье, получается, в Икс переименовал. Ну, в общем, короче... Чириканье в кашель. Сама новость, она, конечно, забавная, и при первом прочтении все, конечно, похмыкали и посмеялись, но вообще глобально страшно. По-моему, она грустная очень. Да, страшно и грустно. Потому что, блин... Ты только что придумал слоган для «Вкусная точка». Ну, главное, чтобы не до нашего подкаста. Да. Дела. Ладно, Игорь, рассказывай. Слушайте, у меня новость радостная. В России стало больше транжир. Я думал рассказать про то, что... Эти транжиры с нами в одной комнате, нет? Значит, смотрите, смысл в чем? Что была еще новость про то, что минимума достигла наша безработица, но все и так понимают, можно выглянуть в окно и понять, что уже, в принципе, там не работает всего полтора миллиона россиян. В России до 21% выросло количество тех, кто считает, что нужно тратить больше. И до 39% снизилось число граждан, которые предпочитают больше экономить. Таковы результаты опроса, проведенные сервисом «Супержоп». Исследование, проводившегося осенью 23 года, показало иное соотношение. 14% транжир к 49% скопидомов. Странное название для людей, которые всего лишь... Ну, это скупых людей имеется. Ну, понятно, да. В общем, кроме того, исследователи выяснили, что чаще всего россияне копят для того, чтобы создать подушку безопасности. Это 29%. Путешествовать и отдыхать 23%. Купить недвижимость 21%. Обеспечить будущее детей 16%. Еще 14% экономишь, чтобы потом извлекать пассивный доход. При этом каждый третий житель России, располагающий накопление, старается сберегать от 10 до 25% заработка. Стали известны и гендерные различия сберегательных стратегий. Женщины чаще экономят на путешествиях и медицинских услугах. Что-то, ну ладно. А мужчины на недвижимости, авто и открытии своего дела. Наверное, меньше экономят, в смысле больше на это тратят. Подождите, давайте по-другому. Женщины, я думаю, что... Или тут в плане того, что скидками пользуются. Нет, 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 давайте забудем. Это женщины чаще экономят, я уверен, что так, правильно. Женщины чаще экономят на путешествии, и медицинских, ну нет, не получается. Я думаю, что это в том плане, что женщины чаще ищут какие-то варианты подешевле попутешествовать или подешевле получить... Нет, знаешь, для меня экономить на медицинских услугах это не пользоваться медицинскими услугами, а экономить на авто это не ездить на авто. Соответственно, да. В общем, те граждане, которым не исполнилось 34 года, копят на покупку недвижимости, машины, брендовых вещей, остальные на открытие бизнеса. Люди старше 45 на черный день. Тот самый. Тот самый, да. Осенью 23 года опрос показывал, что среди россиян моложе 34 лет выше процент тех, кто считает, что нужно как можно больше тратить. Тогда же выяснилось, что с 22 года в РФ выросло и число расточительных граждан, и тех, кто предпочитает экономить. Все растет. Какой-то странный, ладно. Также сообщали, что россиянам в целях экономии в теплое время года, ну ладно, это уже не нужно. Что там совету в теплое время года? Покупать больше овощей и ягод. Это ж нелогично же. Зачем? Ну, южане, не надо покупать. Рвите. Просто гуляйте. Вот этот вот последний кусок я напрасно прочел. В частном секторе. В общем, смысл в чем? Я вообще, если честно, вот всегда говорил о том, что экономия еще никогда не приводила к обогащению. То есть, как по мне, если ты хочешь больше тратить, не нужно больше экономить, нужно больше зарабатывать. Может быть, часть россиян это стала понимать, что экономией ты как бы не добьешься большего, ты не добьешься всего, чего ты хочешь. Ну, в плане материальных благ. Больше надо зарабатывать. Мне кажется, причина в другом. Что с чем... Ну, экономить невыгодно, когда деньги обесцениваются быстрее, чем ты успеваешь их скопить. Соответственно, гораздо более... Как будто бы гораздо более логичное поведение тратить деньги, когда они у тебя есть и когда они еще что-то стоят. Да, потому что есть вариант, что ты их скопишь, а потом этот мыльный пузырек сделает бум, и непонятно, что ты копил, и на что ты копил, и куда. То есть, ну, иногда в моменте выгоднее сходу потратить большую сумму, чем сидеть, и вот-вот я тут ее насобираю в свой горшочек, вот потом на что-нибудь такое потрачу. Иногда, ну, просто, может быть, потом у тебя не будет варианта. Ты так говоришь, как будто ты дед, который, знаешь, я три рубля скопил вот для вас, смотрите. И все такие, ну, нет, три рубля уже ни на что не хватит, Волгу на них не купишь. Стоит упомянуть про вот этот пресловутый синдром отложенной жизни, который, мне кажется, ну, наконец-то вот наше там поколение, условно говоря, от него все-таки отказалось. От вот этих там сервизов, которые стоят дома для гостей, и платье, которое я надену когда-нибудь, но не сейчас там, или там что еще угодно. У нас в семье... Подожди, это очень важный рассказ. Я даже маме скину эту часть. У нас в семье есть шутка касательно моего отчима, чудесного человека по имени Владимир Владимирович. Как-то он себе... Не так. Ему на день рождения, по-моему, подарили. И, знаете, была такая вонючка в машину в виде короны. Да, 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 это не полночка популярна. Это, ну, конец 90-х, наверное. Я, если честно, сейчас точнее дату не вспомню, но себе по возрасту, да, это мне, наверное, лет 12-13 было. Это конец 90-х, вот начало нулевых, и дарят ему, значит, вот эту вонючку корону. Он ее положил, причем не куда-то, а в прикроватную тумбочку к себе. А для чего? Когда купит нормальную машину, ну, не нормальную, а следующую, поставит. Знаете, родители мои переезжали с одного места в другое, когда, блин, ну вот я думаю, что года, наверное, 4 назад только избавились от этой штуки, но, может, там чуть побольше, там, может, лет 5. И, вы знаете, он... Это стало такой, ну, вот семейной шуткой, что он не собирался ее уже даже вешать. То есть сам факт обладания этим предметом, который уже явно даже не пах внутри, то есть он был, знаете, в такой пластиковой коробочке прозрачной, вот, собственно, человек хранил и все ждал лучшую машину. В целом это не характеризует его как человека, который... Просто вот именно по отношению к этому предмету он так поступил, что вот его я там поставлю уже в другую машину, которую обновлю. Машину он, кстати, на секундочку обновил, наверное, несколько раз уж точно. В период жизни этой короны. В период этой жизни, да, но так и не поменял. Ой, не поменял, не повесил. Не повесил, я думаю, даже уже по причине того, что вот как раз-таки это очень показательная вещь. Если бы он ее поставил в свою машину году, так даже в 2007-м, 2010-м... Уже было бы странно. Знаете, это как будто бы ты купил... Тогда были популярны, там, к примеру, Митсубиши-ланцеры, да, ты купил ланцер и поменял на розочку вот... Рычаг переключения, да, передач. Вот, и... Да, естественно, ну, никто бы уже не воспринял это, что типа, о, там розочка у тебя в ланцере. Поэтому вот уже было как-то поздно вот стилистически ее ставить. Это очень показательный момент. И действительно, вот про вот эти сервизы, которые оставались от моих бабушек, это же... Не знаю, но вы понимаете, что это все, мне кажется, как вот собака, когда зарывает кость в огороде. Слушай, ну, я сейчас буду адвокатом сервизов в этом помещении. Адвокат сервизов, прошу. Да, но это же память. Это же сервиз, память, она в голове. Нет, 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 одно тело памятные вещи, а другое, которые просто закупаются впрок на когда-то. Ну, вот этого я не понимаю. То есть у меня есть дома, там, не знаю, красивая фарфоровая чашка, я себе ее специально купила, и я из нее пью, и если она рэпнется, я просто куплю себе другую. Это не проблема. Но я говорю, что, например, если это какой-нибудь, условно говоря, сервиз чешский, да, который там передается в семье, да, что вот его там бабушка купила, и оно, условно говоря, осталось от бабушки. И понятно, что оно стоит пылиться, и надо бы из него пить. Но, с другой стороны, это же вещь, которая связывает тебя с людьми, которых ты любишь. И если оно разобьется, у тебя уже ничего не останется. Не знаю, у меня так, например, просто есть дома подушка абсолютно отвратительная. Она оранжевая такая, на руку надевается. Страшная, траная, вообще невозможная. Ее уже надо выкинуть 300 раз. Но у меня, например, это единственный подарок, который остался от папы. Я ее не выброшу никогда в жизни, пока она не разложится на плесени, на липовый мир. Слушай, ну, это все-таки чуть другое. Это памятные вещи. Ну, опять же, эти памятные вещи, вы понимаете, что, ну, можно делать памятными вещами какие-то другие вещи, нежели сервиз. У меня... А почему бы не сервиз? Я только про сервиз. Вот у меня бабуля всю жизнь у нее был... Ну, я понимаю, что это про другое. Это заваленное всякими... Вот у нас до сих пор у отца, сейчас уже вот в третий дом переехала микроволновка Мулин-Экс. По тем временам, когда они ее покупали, это была вообще пушка-петарда, вообще невероятная. Сейчас на ней даже часов нет, чтобы ты понимал. Слушай, ну, это же тоже немножечко другое иногда отношение к вещам. Вот они все ждали. Например, у меня на все есть история, у меня на все есть кулстория, что у меня, скажем, например, если берем мою семью, у меня дедушка с бабушкой, они по финансам, наверное, живут... Лучше, чем мы все вместе взятые, говорит сейчас Диана, и уходит отсюда. Нет, но в смысле, что у них уровень дохода выше, а уровень потребностей в квартире ниже. То есть у них, например, есть микроволновка, да, они могут купить новую. А зачем? Это же работает. Знаешь, я бы купил тогда большую микроволновку, чтобы вот, знаешь, ты ставишь внутрь маленькую микроволновку, ставишь в нее еду, она вращается, и ты включаешь большую микроволновку, чтобы микроволновка вращалась в микроволновке, когда в ней вращается еда. Как ты внутри подключишь микроволновку? Ты курс, я? Ну, можно как-нибудь там сверху дырочку там сделать. Но ты знаешь, сам факт того, что когда к тебе приходят твои вот, ну, пенсионеры, соседи, и говорят, насколько ты богат, ты, знаешь, открываешь такой пип, и что? Микроволновка в микроволновке. Да, да. Интересно. То есть получается вот это вот Кащеева, вся фантасмагория с утка в зайце. Даже утка в зайце, в утке, яйцо, это та самая схема. От этого действительно очень сложно избавляться. Мне прям приходилось над собой делать усилия, потому что есть тот момент, что, знаешь, там, не дай боже, что-то разобьешь. Вот это вот очень себя приходилось приучивать к мысли, что вещи — это просто вещи. Да, и надо расхламляться. Да, они ломаются, они бьются, и в этом ничего страшного нет. Нет, ну, это психологически проще, да, например, что не привязываться к вещам, если, скажем, даже у тебя есть любимый сервис, возвращаясь к теме, даже если его разобьют, но ничего же не случилось. Ничего не случилось. Ничего не случилось, надо расхламляться, но как переехать с частного дома, к примеру, в котором я живу, я уже не представляю. То есть, знаешь, вещей столько, что нужно построить... Четыре фунта. Там нужно построить вещепровод. Это что, группа Корн приехала выступать? Нет, это Игорь переезжает из частного дома. Да. Вот, ну, не знаю. Мы сейчас в процессе, я понимаю. А как вообще по поводу новости вы стали больше тратить? Я, наверное, нет. Это же вынужденная мера, Паша. Если не говорить про бизнес, Игорь, я имею в виду в отношении себя. Вопрос подковыркой, потому что ты должен больше тратить, чтобы жить просто, как ты жил. Это же инфляция называется, Паша. Ну, типа, стал ли я в большем достатке? Я считаю, что нет. То есть, несмотря на, ну, условно, там какие-то материальные успехи, я помню, там, тот же, какой это был год, 19-й минус 4, 19-й минус 4, 2015-й, да, когда я купил себе тогда Ягуар. Знаете, просто вот с того, что, ну, уже осталось, грубо говоря, такой, ладно, Ягуар, вот сейчас уже так вот в импульсивные покупки входят, ну, знаешь, недавно я купил пиццу. Нет, Паша не угадал. Недавно я себе импульсивно купил, знаешь, у нас в супермаркете, у нас на юге есть супермаркет Табрес, вафельки такие в виде трубочек в банке за 500 рублей. Я такой, блин, с кремовой начинкой, но 500 рублей. И такой, а, давай. Ладно, купляем. То есть, эта штука, ну, вообще не идет в сравнение с тем, как было там в 15-м, 16-м году. Но при этом, если ты смотришь, что ты тратил там в 15-м, 16-м, ты потратил условно 50 тысяч. Ты такой, мать честная, я весь мир купил. Ну, сейчас ты просто заходишь в ленту, купил все самое необходимое, отдал там 50 тысяч и такое-то, что это такое? Ну, я утрирую, конечно, но давайте так. То есть, в 15-м году 50 тысяч рублей, это, ну, ты там, ну, царь Краснодара. Ну, то есть, это прям, ну, хорошо. И по сравнению с тем, что, ну, давайте, если без шуток, то там Ягуар тогда стоил, по-моему, 1,7 миллиона. И это то, что там, зарабатывая условно там 100 тысяч в месяц, ты мог накопить там за год, да? Ну, я утрирую, там, больше, чем год, и ты же какие-то деньги ты проедал, но копить получалось просто, знаете, из-за того, что ты там хочешь условно там себе айфон, который стоил тогда там 30-40 тысяч рублей, да? Ну, то есть, зарабатывая, средняя зарплата тогда была в городе, ну, наверное, как мне кажется, тысяч 18-20, и в целом это примерно было сопоставимо с ценой, ну, там, чуть добавить в предыдущие зарплаты и купить себе новый айфон. Сейчас стоимость нового айфона там уже в районе сотки. При средней зарплате там, ну, наверное, тысяч 40-50-60 по городу в Краснодаре это уже две зарплаты. Ну, то есть, вот такие вот маленькие нюансики. Если ты хочешь купить новый ягуар, то, в принципе, ты просто... Я даже цен не знаю. Ты просто должен поумерить свой пыл и купить себе там что-то другое. Либо пользоваться там, конечно же, кредитами там под 40% годовых с налошенной ставкой рефинансирования. Но, повторюсь, то есть, нет той легкости. И вот, знаете, если ты тогда зарабатываешь там даже 100 тысяч, ты понимал, что ты в целом финансово независим, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Но приход ковида поставил все на свои места, и стало понятно, что в целом любых накоплений, любых каких-то средств не хватит. Вот, знаете, когда у тебя большая организация, в которой работает там 100-200 человек, и даже если ты накопил там 5 миллионов, 10 миллионов, ну, хватит, чтобы 2 месяца раздавать людям зарплату. И после этого ты понимаешь, что в целом, знаете, нужно не копить, а нужно грамотно вкладывать. То есть, вот у меня появилось такое убеждение, что у меня действительно тогда денег... Наверное, это неплохо, наверное, это прекрасная ситуация, что у меня тогда хватило денег хоть на какое-то время, но... Не знаю. У меня появилось четкое убеждение, что надо, ну, просто их более грамотно вкладывать, но не откладывать. А я, наоборот, стала меньше тратить, меньше покупать. Но у меня другая причина, потому что я работаю с хорошим доктором, который помог мне относительно справиться с тем, что я пытаюсь компенсировать свою тревожность, невозможность контролировать мир импульсивными покупками. Ну, у меня все еще вот это любимое развлечение, зайти на какой-нибудь онлайн-магазин и кидать товары в корзину. Я их не покупаю. Я просто, знаешь, это с афонов оплатить. Вот так вот кидаю себе в корзиночку, потом оттуда удаляюсь, у меня хорошо. Но я... Мы сейчас тоже в процессе переезда, и уже в течение года, там, я пока лечилась, да, принимала медикаменты, мне становилось лучше, я начала расслабляться, потому что, к сожалению, я за время своей вот этой глубокой, непролазной, депрессивной фазы я захламилась прям страшно. И это действительно заметно по жилью человека. Пустые пластиковые бутылки были. У которого все плохо, прям видно, что ему плохо. Я сейчас, когда убираю за собой дом, то, что у меня там за много-много лет скопилось, я прям понимаю, что, ну, да, мне прям было хреново, это прям видно было. Есть пластиковые бутылки пустые или нет? Да. Серьезно? Ну, были, да, уже нет, я выбрасывала все там. Ну, все прям хреново было, потому что, ну, это было такое все, что ты лежишь, ты встать не можешь. То есть прям вообще было пипец. Ну, вот у меня был момент, что вот из серии пойти, выйти из дома под предлогом что-нибудь купить. И это обычно было что-нибудь купить, какая-то настолько бесполезная херня. То есть это даже не десятая красная помада в таком же оттенке. Это буквально максимально бесполезная херня, но ты ее принесешь домой. Типа перфоратор, да? Ну, например, предположим, перфоратор. Мужику за 45 очень нужен. Диане вообще нафиг не дался, но она купила. Ну, вот типа того. Сейчас у меня все это гораздо осознаннее. Сейчас я могу прийти в магазин, например, посмотреть какой-нибудь кремушек, сказать себе, хочу... Сравнить, почитать обзоры и после этого купить перфоратор. Нет, ну, в том плане, что я могу подойти и сказать себе, да, я хочу, но не сейчас. И это будет не потому, что мне нет денег, а потому что я понимаю, что мне не надо, и это не сделает меня счастливой. Я такая, типа, мощь, мощь. Ну, не всегда, конечно, она работает, особенно там со всякими молочными коктейлями. Ты зайдешь, думаешь, да, беру. Это, да, такая тема сложного... А еще производители молочных коктейлей, это уже, я так понимаю, мы закругляемся, но напоследок скажу, что производители молочных коктейлей понимают свою аудиторию и такие, нет, уже не 200, 800 рублей, пожалуйста, Дианочка. И она такая, блин. С карточкой вот так вот. Да, что ж, ребят, такие новости на этой неделе. Что, до следующего выпуска. Счастливо. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!